Часть вторая. Формовка и литье. На этом этапе происходит заливка восковой елки гипсовой смесью. После затвердевания именно гипсовая смесь будет той формой, в которую отливается металл. Для этого нам понадобится стальная опока. Как вы можете видеть, это просто кусок трубы с отверстиями. Во время литья через эти отверстия происходит откачка воздуха. Гипсовая смесь имеет пористую структуру. Через нее прокачивается воздух во время литья. Это позволяет передать микрорельеф. Чтобы при заливке форм массы не вытекала через перфорацию, опоку заматывают пленкой и фиксируют резиновым ргутом. Замес массы и заливка опоки делается посредством вакуумного миксера. В верхнем баке в условиях вакуума происходит смешивание гипсовой смеси с водой. В нижней камере располагаются опоки. В них и поступает смесь после готовности. Это необходимо для удаления пузырей воздуха в смеси. После застывания опока помещается в печь для выплавки лоска. После этого используется печь для прокалки. В ней форма в течение довольно длительного времени плавно нагревается до довольно высокой температуры. Во время этой процедуры из литейной формы удаляются остатки влаги. Для литья используется вакуумно-индукционная литейка. В верхней части располагается индукционная печь. В нижней герметичная камера для опоки. Процесс литья происходит в атмосфере аргона. Это позволяет избежать окисления металла. На экране вы можете видеть, как светится остывающее серебро. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Продолжение следует...